здравствуйте все ты закончил это подкаст так вышло я катя крангал а я андрей бабицкий каждую неделю мы с андреем обсуждаем новые этические вызовы которые ставят перед нами новости жизнь прогресс технический технический прогресс наши тараканы партнер этого выпуска банк . банк . берет на себя все ваши проблемы чтобы вы занимались любимым делом и с валютным контролем и с госзакупками и убережет от проблем с партнерами и счетами банк . идеально подходит для предпринимателей и предприятий а в середине этого выпуска мы с андреем обсудим этический кейс от банка . а сегодня мы обсудим вечные проблемы старые этические вызовы и попросим нашего гостя за них за всех ответить наш гость артемий охотин очень приятно кардиолог врач тарусской больницы и кажется не только тарусской и активист за мне кажется это называется активист ты хочешь заменить мы давно знакомы поэтому будем мы все давно знакомы с артемием поэтому обращаться темой ты но ты хочешь изменить то как устроена медицина в россии наверное хотел бы скорее да без особой надежды хотел бы чтобы она изменилась сегодня во первых у тем есть подкаст это уже очень прогрессивно для врача называется медицинский подкаст да он так и называется медицинский подкаст охоте на сизов он такой больше для врачей я не знаю как ловко это или нет но мы тебе сегодня планируем предъявить все все претензии к российской медицине к большинству из них ты не имеешь никакого отношения и наверное у вас в тарусской больнице даже тарусская больница известно своей хорошестью этой проблемы этих проблем нет но нам не к кому больше обратиться ты пойми тоже это потому что проблема везде примерно одинаковые масштаб разный мысли в мире они только в мире и в тарусской больнице и где-то в других местах да это мы обсудим мы собирали вопросы не только друг с другом с андреем но еще и спрашивали наших слушателей в телеграм-канале так вышло где мы вообще советуемся с нашими слушателями и обсуждаем темы которые мы собираемся записывать а еще мы с тобой на ютюбе поэтому можно нажимать колокольчик колокольчик чтобы подписываться на наш ютюб давай начнем к вопросам жизни смерти уже главный вопрос который все задают можно ли благодарить врачей я бы даже так по-простому вот я к тебе прихожу на прием откуда я знаю и как мне понять ждешь ты надо мне я хочу как мне к тебе с этим подойти или я тебя оскорблю этим или это вообще аморальный бизнес вот благодарить во первых всегда можно до любого человека можно благодарить деньгами за что угодно любым способом к вопрос как это сделать сделать это деньгами или сделать это просто сказать спасибо это уже совсем другая история я не думаю что она я даже не думаю что это вопрос медицинской этики на самом деле это вопрос скорее бытование российской медицины да потому что мы как бы даже скорее советской или постсоветской потому что мы все живем в такой парадигме что врачи даже в частных клиниках так практически существует, что у нас нет отношения с врачом персонально, да, мы приходим не к врачу, а мы приходим в некоторое государственное учреждение, где врач нам оказывает услуги. В рамках этой парадигмы вообще благодарить, ну, как можно вежливо сказать спасибо, да, тетеньке там в МФЦ или в булочной, но благодарить как бы ее не приходится, да. Естественные нормальные отношения с врачом, они более персональные, да, ты пациент, твой врач, как бы у вас есть отношения, а других никаких отношений нет, сторонних. И в этой ситуации, естественно, отблагодарить. И вот этот конфликт вот этих двух ситуаций, да, что людям хочется, чтобы это была какая-то более персональная помощь, а формально она заключена вот в эти рамки государственного обслуживания, она порождает вот эту странную историю с тем, что и врачи многие ждут благодарности, и пациенты хотят отблагодарить, а никакого нормального механизма сделать это нет. То есть, по сути, врач, к которому ты приходишь, у него есть две ипостаси. Да. Это, во-первых, клерк государственный, который должен за 15 минут прием выписать. Ну, даже не важно, за сколько. Да. А во-вторых, это человек, который, в принципе, обладает знаниями и может тебя вылечить, и это две разные ипостаси. Они как бы, он может включить одну. Они пересекаются, но они немножко разные, да. Можно я его прощу? Ты считаешь, что это абсолютно ок, давать врачу денег, и всё, собственно. Ну, так, простой ответ – да. Как я могу понять, сколько? Другое дело, что надо понять, ждёт врач этого, и не обидится ли он на это. Как? Никак. Никак. У вас установились какие-то отношения и понимания? Ну, как с чаевыми, да? Это не писано никакими законами и… У нас этический подкаст, а Катя как мать. Мать идеи или человек, она хочет рецепт, какие себе вести в жизни. Здесь нет рецепта. Нет, ну хорошо, вы идёте там в кафе с приятелем, да? Нет, в кафе есть простое правило. И кто платит, да? То ли ты его позвал, то ли он тебя позвал. И не обидеть, и денег лишних не потратить. Ну как, самый лучший способ – проговорить. Хорошо. Вот если у врача есть два ипостаси, и у врача, как мы поняли, нет личных отношений с пациентом. Я же правильно понимаю, что ты хочешь, чтобы они были? Что как бы смысл медицины немножко в том, чтобы они были? Ну, не то чтобы смысл, смысл её в том, чтобы здоровье как-то поддерживать, но это её очень основополагающая часть. А почему это так? Потому что мы такие психи, что нашу механику нельзя починить цинично, зло. Ну, потому что наша механика неотделима от нас самих, да, к сожалению или к счастью. Но опять же, зависит сильно от области медицины, где-то она больше отделима, да, там в стоматологии она больше отделима от нас самих, хотя тоже нет. А где-то она очень плохо отделима от нас самих, и не имея вот этих вот каких-то отношений, в общем, очень трудно адекватно помочь. Надо понять, если там приходит пациент, да, у него там сломанный зуб, но мы понимаем, что ему надо. А часто пациент приходит, и просто чтобы понять, зачем он пришёл, что ему нужно, да, надо вступить с ним в какие-то довольно личные отношения. Да, вы не можете в магазине или там где, в кафе спросить там у пациента, например, с кем он живёт, или есть ли у него там кошка или собака, да, а врач вполне может эти вопросы задать, это не неприлично. И должен, а часто должен. У нас немножко и такой будет блиц, потому что у нас очень много разных вопросов. У меня личный вопрос. Как ты знаешь, у меня недавно ребёнок попадал в реанимацию, и я столкнулась впервые в жизни с врачами напрямую, в смысле я зависела от них, моё состояние от них зависело. Это чудовищно. Я разговаривала с заведующей реанимацией детской больницы, московской детской больницы. Это человек, которого, в общем-то, сразу хотелось потрясти и сказать, что вы охренели так разговаривать с людьми. Она была жестока, она была груба, она разговаривала с сознанием того, что ты от неё зависишь. Ну, я уж не говорю про то, что она семь раз произнесла слово «смерть» и ещё какие-то вещи, и что по телефону они не отвечают, и что мы должны ловить какие-то полчаса лично, значит, где-то стоять, дежурить. У меня было несколько теорий, почему так, в смысле, зачем она так делает. Возможно, многие родители начинают вести себя неадекватно, психовать и что-то, и надо сразу дать им понять, чтобы они привели себя в порядок. Наверное, как она прямо и говорила, у меня 20 пациентов, а ваш, значит, один. Скорее не зачем, а почему, да. Да. Я занималась социальной журналистикой и довольно много знаю людей, которые занимаются благотворительностью, имеют дело с тяжело больными детьми, взрослыми. То, как они могут между собой разговаривать, иногда со стороны, наверное, может показаться циничным, но никогда в жизни я не встречала, чтобы кто-нибудь из них позволял себе так разговаривать с родственниками. При том, что, мне кажется, тоже есть мировой консенсус, что вообще-то, как ты сказал, вся история человека имеет значение. И состояние родителей и родственников имеет непосредственное значение в смысле лечения и выздоровления. Как это может быть? Ну, я думаю, что объяснение вот ровно то, что он здесь сказал про две ипостаси, да. Для неё основная её ипостась – это государственный служащий на службе здоровья нации. Она обслуживает население. Население немножко мешает себя обслуживать, особенно всякие мамашки, папашки и прочие люди. Она занимается лечением, ремонтом тел. Вы обратились в государственную службу, а не к конкретному доктору. Но очевидно, что системно у тебя не может быть персональных отношений с врачами всех направлений. Может. Ну как, у тебя есть родители, у них один набор врачей, который может понадобиться, у тебя есть дети, у них другой набор врачей. Ну, с чего я буду поддерживать отношения? Нет, поддерживать не обязательно, устанавливать. Поддерживать не надо. Вот ты попала в больницу, если рассмотрим нормальную больницу здорового человека. Ты попала в больницу с ребёнком. Врач, который будет, так сказать, в ответе за твоего ребёнка, первое его дело – познакомиться с тобой, потому что он будет лечить тебя и твоего ребёнка. Перед тобой будет отвечать за результат, ну, за всё. А если он перед тобой не отвечает, а отвечает перед системой, для неё он всё будет делать правильно. Может быть, даже часть ваших интересов совпадут. Скажем, чтобы ребёнок не умер, нужны и тебе, и системе. А чтобы тебе было приятно, системе не нужно. И не будет никогда нужно. Так а как ты планируешь с этим бороться, и как ты с этим борешься, если это всегда будет система, перед которой отвечает клерк? Я даже не очень понимаю, в чём вопрос. В смысле, в Тарусской больнице не так, судя по всему. А вы, кажется, не понимаете, как может быть иначе? Ну, у нас есть какой-то опыт, он довольно грустный. Можно посмотреть сериал «ЕР» или «Доктор Хаус». Первое, что делает любой врач в западной клинике, он представляется. Он заходит в палату к пациенту и говорит, меня зовут так-то, так-то, я буду вести вашего ребёнка сегодня или на этой неделе. Как вас зовут? Вот происходит знакомство и некоторое действие внутри вот этой системы врач-пациент. Это не очень сложно. Как это должно быть устроено? Эта проблема не в том, что, я думаю, что естественные отношения, которые бы сложили сами собой, это вот такие нормальные человеческие отношения. Ты приходишь к врачу и, ну как, вот у меня такая беда, ребёнок заболел, что мне делать? Поэтому я думаю, что прежде всего, чтобы сделать, что было нормально, надо убрать те факторы, которые превращают врача вот в этого безумного чиновника медицинской канцелярии. А как я, как пациент, это могу сделать? На выборы ходить. Ну, или пойти в частную клинику. Нет, там это ничего не даёт. Нет, это даёт в какой-то мере. Ну, просто у нас в частной клинике пока в основном делаются по образцу государственных, но с хорошим ремонтом и красивыми улыбками. Но это даёт. Перед этим подкастом я забил слова «medical ethics» в Google. Я обычно это делаю, ну, какой-то ресёрч, что мы найду, какую-нибудь книжку или статью почитаю. Но меня поразило, что первые там 40 запросов в Google – это не книжки и пособия, а это тесты для врачей. Типа, вы хотите пройти интервью, у вас будут вопросы. То есть, это требует какого-то большого научения. Я есть такая идея, и она очень популярна сейчас в России, есть там целая школа по обучению, общению с пациентом и так далее, и так далее. Да, я думаю, что это всё от лукавого. Конечно, конечно, есть некоторые навыки. Как поговорить с ребёнком, чтобы он на тебя не обиделся? Как не обижать людей, не замечая, как мы это делаем? Но доктор, который ты описываешь, я не знаю, кто это был, но я уверен, что у неё не было идеи тебя не обидеть. Не то, чтобы она плохо обучена, поэтому она тебя обидела. Ей просто всё равно на это. Поэтому это никак не лечится обучением специальным. Все эти разговоры про концлагерь с велодорожками, все эти МФЦ, собянинские сервисы и так далее, это попытка научить людей улыбаться, когда они хотят сделать тебе плохо. Это можно, вышкалить можно, но это не решение проблем. Надо, чтобы ей было действительно не всё равно, чтобы она действительно лечила тебя, а не выполняла план по сахарному диабету своего отделения. У вас вообще как-то этику преподавали, когда ты учился? Что-то было, но я не помню, ходил ли я на это. Наверное, нет. И ты считаешь, что это ненаучаемая вещь? Нет. Как сказать, это не то, чтобы ненаучаемая. Можно ли научить этике охранника тюрьмы? То есть, ты приравниваешь врачей. А какая разница, если охранник тюрьмы, логически этот человек? Есть правило, первым делом ты заходишь и говоришь «Здравствуйте». Это этикет, это этикет. Хорошо, этикет. Это этикет. От этого меняется немножко этика общения. Нет, это вот эта иллюзия, это иллюзия, что этикету можно заменить этику. Нет, первично этика, а этикет – это способ её обернуть. И мы видим множество попыток обернуть в красивый этикет плохую этику, когда вы приходите в автосалон, и цель продавца или в магазин – продать столько-то машин, навязать вам столько-то услуг, но он обучен делать это так, чтобы вам это было приятно. Это можно сделать, но это будет ещё хуже, это будет обман в красивой упаковке. Я просто понимаю идею про чиновников, она мне очень близка. Я понимаю, что система таким образом работает, но я знаю, что вот в России есть два вида бюрократии. Есть государственная бюрократия, которая как бы план по валу, а есть, например, бюрократия в Макдональдсе. Макдональдс – это же очень бюрократизированная структура, там всё прописано, всё описано. И у меня никогда не было ощущения, что в Макдональдсе кто-то меня хочет нахамить или обидеть. То есть, видимо, можно выстроить такую бюрократическую систему с небольшими зарплатами, в которой, в принципе, обижать людей не принято. Наверное, можно. Наверное, можно, но медицина всё-таки устроена гораздо сложнее Макдональдса. Ну, потому что это очень высокопрофессиональные, образованные. Нет, в частности, потому что гораздо больше личных отношений, гораздо больше строится именно на персональных отношениях. Ты хочешь сказать, что без персональных отношений, в принципе, не надо претендовать на какое-то этичное отношение к тебе? Ну, в общем, да. Да. Ну, не то, чтобы претендовать, надеяться. Не надо надеяться на это. В каком-то смысле меня бы устроил этикет, если бы врачи знали какой-то этикет более человечный. Даже если бы это было как в МФЦ. Я не знаю, я ходила в мою поликлинику. Она действительно выглядит как клиника «Чайка» или «МедСи», даже, может быть, лучше. Никто мне не хамил, все улыбается. В общем, как действительно в частной клинике. И не говорит слово «смерть» темно. Но там нет медицины. Так оказывается, что тогда исчезает, собственно говоря, медицинская составляющая. Я не знаю, хороша ли та реанимация, зав, который со мной так и разговаривал. Мне-то в этом смысле по-прежнему неизвестно. Я не знаю, она хуже, лучше. Более того, это же не важно, да? Когда все складывается хорошо, тебе, в общем, не важно. Я писала, например, про ужасные мусорные пакеты, в которых тебе выдают вещи, когда твой родственник попадает в реанимацию. Мне выдавали, значит, один пакетик, когда бабушка умерла, другой пакетик, когда ребенок в реанимации. И ты действительно, когда все плохо, ты думаешь, ну, как тетка в морге. Ты как бы все время про нее помнишь, но в действительности нет до нее дела. Когда все хорошо, тебе тоже уже нет до этого дела. Это же этикет, это не вопрос этики, какой пакетик выдавать с вещами. Это вопрос формальный, внешний, но вообще-то очень символичный для того, как мы воспринимаем это действительно взаимодействие. Нет, ну, какие-то вещи, наверное, можно, ну, как можно сделать там, ну, как в Макдоналдсе. Опять же, это немножко разговор не об этике. Если так, обобщить то, что называется медицинской этикой, то есть, если у врача возникает конфликт интересов между интересами пациента и интересами, чьими-то еще. Это могут быть его личные интересы, интересы родственников пациента, интересы его коллег, интересы страховой компании, интересы государства, если это государственная медицина. То есть, на самом деле, главный, единственный принцип медицинской этики – это пациент всегда прав. Это приоритет интереса пациента. Да, не всегда прав, может быть, не прав, но мы защищаем, именно как в адвокатуре, да, мы защищаем интересы пациента, даже если, или интересы там клиента, даже если он действительно совершил преступление. Дальше сложный вопрос про интересы, его тоже нам все время задают. Слушатели, и для меня он принципиально. Важно, это вопрос автономии. Приходит человек, и, во-первых, этот человек всю жизнь себя убивал довольно изощренными способами, значит, нюхал клей в пакете в 12, в 14 пил, в 16 занимался незащищенным сексом, в 20 пошел в армию и так далее. И как бы, да, жизнь, ну, в смысле, что такое жизнь как бы пациента русской больницы? Это бесконечные попытки себя убить. И дальше он приходит и говорит, ну, и па, врач, па, врач, можно только с бутылочкой. Пациент, в принципе, не хочет осознанно себя вылечить. Я не знаю, что такое осознанность, но... Ну, если он пришел к врачу, значит, он уже чего-то хочет. Он хочет, чтобы не болело, но ты понимаешь, что... Ну, и задача врача понять, чего он хочет и какими средствами этого можно добиться, да. И дальше это устроено как торг. Я понимаю, что в разговоре это может не выглядеть как торг, но, по сути, это является переговорным, что мы можем вам как бы попытаться подарить 7 лет или 30% здоровья, но тогда вам надо будет, значит, прикрутить свои деструктивные привычки, или мы можем, значит, попытаться сделать, натянуть вам 4%, значит, и вы бухаете, как бухали, или вы дальше обманываете, манипулируете и заставляете человека говорить, нет, чувак, ты задохнешь, я тебя сейчас оболью холодной водой и привяжу к кровати. И, в принципе, врач может оправдать любую. Ну, бывают ситуации, когда надо, ну, я условно говорю, привязать к кровати и облить холодной водой, когда мы подозреваем, ну, это, опять же, спорный вопрос, но так считается, когда мы подозреваем, что пациент не осознает, что с ним происходит, да, ну, он там в делирии, ну, как вот принудительная госпитализация, там, психиатрия, да, во всех остальных случаях, ну, как надо учитывать его пожелания. У меня был там буквально на днях, там, 90-летний пациент, который выпивает в день бутылку вина. Ясно, что это не, он пришел ко мне не, чтобы я ему сказал, что я теперь завязываю пить вино. Нет, он пришел за какой-то, за каким-то другим решением. Ну, я сказал, сплю плохо, не знаю почему. Там были проблемы, которые мы решили. Это не проблема, он пришел ко мне не с этой проблемой. То есть, на самом деле, мы все с детства с какой-то книги для чтения второго класса знаем, что главный принцип врачей – не навреди. Но на самом деле над принципом «не навреди» стоит принцип «Не помогай лишнего». Ну, да, уважай выбор человека, даже если это выбор идиотский, разрушительный. Ну, конечно, да, но «не навреди» же, это имеется в виду не обязательно навредить, там, чисто телесным каким-то делам, да. Государство занимается здравоохранением, оно лечит население, поднимает акцизы на алкоголь, спрещает курить в ресторанах, еще что-то там, при небезопасности. У нас в этом смысле цели куда более прозаические, и они не всегда, это не всегда продолжительность жизни. Иногда качество жизни. Снижение вреда. Иногда, ну, надо понять, что нужно пациенту, ну, какие-то пациенты там наркоманы, да, но это не повод их не лечить. Раз вы затронули принцип «не навреди», вообще-то клятва Гиппократа, который все время поминает врачам. Но не врачи, кажется, врачам, но не врачи, им все время их. Он ее очень не любит почему-то, ну, потому что к ним их часто попрекают, типа, клятву давали, но клятву Гиппократа сейчас не дают, дают клятву, по-моему, российского врача, и раньше давали клятву советского врача, но это такой чисто символический акт, я не думаю, что кто-то всерьез вчитывался, что там написано. Это как присяга у милиционеров. Ну, это что-то, это немножко отавизм. Мне говорят правильные вещи, а никто ее всерьез не воспринимает. Слушайте, я хочу, можно про проблемы первого мира поговорить немножко? Потому что у нас ковид. А мы какой? Мы первый? Нет. Нет, у нас в первом мире ковид. Пока Влад не признал нашу вакцину, мы не первые. Во втором, в третьем мире. И по поводу ковида у меня появился какой-то конфликт во мне. Но я наблюдаю этот конфликт. Оно стоит в том, что все, что я читаю и вижу в сериалах, это автономия пациента. Пациент может прийти, сделать неправильный выбор, но это его выбор и так далее. Но когда речь заходит, например, про лицензирование лекарства вакцин, то там никакой автономии. Я не могу прийти в Америке, если мне, я не знаю, я не попадаю в возрастную категорию, и сказать, а мне пофигу, привейте меня модерной, или в России привейте меня спутником, и сделать выбор за себя. Осознать риски, искать, я осознал эти риски, вот это ваше экспериментальное лекарство, которое не прошло клинических испытаний, вколите мне его, потому что мне так хуже. И мне кажется, что одновременно одни и те же люди поддерживают две системы, которые абсолютно по противоположному возустроению. Это может быть ассистированным суицидом. Нет. Здесь есть такой момент, я понимаю, о чем ты говоришь. Во-первых, есть очень долгая история всех этих регуляций. Насколько там вообще нужны рецептные лекарства, почему врачи ограничивают употребление там наркотиков, или наоборот, не ограничивают и так далее. Но во многих из этих вопросов, которые обсуждаются на Западе, это вопрос, кто будет платить. Это ты можешь, в России это не очень осознается. Если там условно ФДА или какая-нибудь еще комиссия что-то утверждает, то это значит, что система будет платить за это деньги. Это вопрос некоторого распределения общественного блага, а не просто разрешения на применение. Если ты идешь в частную клинику и платишь все своими долларами, то если это не касается уже безопасности, ну там не будут тебе вводить бензин в вену, но есть вещи, которые запрещены по соображению безопасности, то в принципе ограничений будет куда-куда меньше. Ну как меньше, ты антибиотики не можешь, ладно, вакцину или наркотики. Почему меня ограничивают в том, что я знаю, что... При гриппе нужно антибиотиками шарахнуться. Ну неважно, вот, не знаю, у ребенка оттит, каждый раз на третий день мне говорят, ну давайте аугментин. И вместо того, чтобы ходить... Кто они говорят? Неважно, врач, с которым у меня персональные отношения. Как вы можете ограничить? Нет, кто ограничивает аптека, аптека не дает мне купить. Ну, во-первых, сейчас дают, во-вторых, ну это из соображения безопасности, да, это, ну как безопасность, это тоже общественное благо, да, почему не продают в аптеках цианисты калий, а в магазинах в России не продают пулеметы, потому что это опасно, антибиотики это опасно, поэтому их не продают. И они имеют последствия не только для тебя. Да, все уже, супербактерия уже случилась. Нет, ну не совсем так. Понятно, как это потом реализуется, это может быть потом в виде того, что больному нужен антибиотик, все это понимают, а купить его невозможно, потому что он не прошел там, и такого очень много. Российский рынок устроен так, что у нас там нет, я не знаю, сколько, огромного количества препаратов, которые есть во всем мире, у нас их просто, они не прошли лицензирование, их нет в России, но идея за этим стоит, идея безопасности. К вопросу о том, кто за это будет платить, у нас в Телеграм-канале как раз задали вопрос про орфанные лекарства, про то, этично ли государству тратить огромные деньги из своего бюджета на дорогое лекарство для одного человека, которое… Ну, даже для одного, которое могло бы покрыть там, не знаю, три операции, ещё там, или 10, или 20. Или кардиоцентр. А что значит этично для государства? Что вообще такое? У государства нет этики. Мы платим налоги, которые государство… Если у нас диктатор, то что он делает, то что он хочет, то он и делает. Если у нас в какой-то мере общественный договор, если они как-то нас представляют, то значит, мы им даём на это добро. А если мы не даём им на это добро, они не будут это делать. Ну, ты считаешь, вот есть статистика, мы можем за эти деньги спасти 500 человек, а можем одного с редкой тяжёлой болезнью. Как мы должны принимать это решение? Собираться и решать. Но это вопрос исключительно общественного договора. Готовы ли мы, чтобы у нас на улицах умирали люди от туберкулёз? Нет, не готовы, как общество, да? Поэтому мы будем туберкулёз лечить бесплатно, даже если это последний алкоголик, который все лекарства продаёт и пропивает. Готовы ли мы, чтобы у нас люди умирали без лекарства от СПИДа, но в больницах? Готовы, как выясняется, да? И они умирают без лекарства от СПИДа в больницах. А кто-то не готов и занимается активизмом и добивается, чтобы их лечили бесплатно от СПИДа. Это вопрос, который решает... Здесь нет ответа, да? Это вопрос, который в каждом случае решается отдельно. То есть, у нас есть миллион, на самом деле, просто сложных этических дилемм, на которые мы не успели посмотреть просто. Да, да. Ну, как на это распределение граничных ресурсов. Вот эта идея, что где-то есть медицина, где оплачивается всем всё, нет, нигде такой медицины нет. Везде есть некоторый ограниченный ресурс, который размазывается тонким слоем. Где-то более равномерным, где-то менее равномерным. Это всегда сложные решения, которые надо принимать. Ещё одна важная вещь, которая постоянно в России повторяется в смысле разговора о медицине, это экспертное знание. Ну, условно говоря, конечно, ресурсы ограничены, мы их размазываем, но в принципе врач или эпидемиолог может прийти и сказать, вот мы так поступим, потому что путь А, он точно лучше, чем путь Б, по всем показаниям. Точно нет, но если он представит, ну как сказать, опять же, мы рассматриваем какую-то идеальную ситуацию, что мы хотим сделать лучше. Во-первых, надо понимать, что государство совсем не всегда хочет сделать лучше, да, оно иногда хочет сказать. Ну вот опять же, это вопрос, если нет политики в здравоохранении, то что вы можете не любить политику в здравоохранении, но если её нет, то значит, все эти решения принимаются подковёрно, и мы просто о них не знаем. Но если политика есть, то так же точно в зависимости от уровня развития общества к этой политике допускаются или условные там фауча, или доктор Мясняков. Кто лучше, я не буду говорить. А сейчас этический кейс от партнёра нашего выпуска Банка. Есть в компании топ-менеджер важный человек, который, как выяснилось в результате внутреннего расследования, харасит людей всерьёз. Нет сомнений, что его надо уволить, но дальше есть такая дилемма. Либо его уволить тихонько с золотым парашютом, чтобы он не работал на конкурентов, но тогда как бы вознаградить в некотором смысле его за харасмин. Либо уволить его громко со скандалом по статье, и тогда он пойдёт к конкурентам и будет вам мешать делать бизнес. А он эффективный менеджер. Он очень эффективный. Он и харассер, он, наверное, эффективный, но и менеджер. Ну, мне видится тут несколько вещей, несколько способов. Первое, мне кажется, платить компенсацию, увольнять и платить компенсацию – это дикость. Ну, то есть ты делаешь это втихаря. Ну как, почему-нибудь втихаря? Это просто, ну, какие-то… Нет, ну, это, конечно, такое. Если ты считаешь, что это повод для увольнения… То поступи как… Да, то соглашение сторон – это очень странная ситуация. Я бы начала с того, что ты человеку об этом говоришь и смотришь на его реакцию. Ты говоришь, было. Ну, в смысле, он злодейский, злодей, то есть он прям, это какая-то постоянная вещь. Да. Ну вот, например, была история реальная в компании Google. Есть такой человек, Энди Рубин, который разработал известную всем мобильную систему Android. Буквально, как бы, 80% людей в России ей пользуются. Невероятно эффективный человек, которого уволили за харассмент. И потом выяснилось, что ему заплатили десятки миллионов долларов. И мир не знал о том, что… Ну, это стало известно в какой-то момент. И в частности, в компании Google внутри был невероятный из-за этого скандал. Просто сотрудники решили, что их, как бы, гордость, их чувства, их достоинства продают за, ну, за какие-то подковерные договоренности. Я помню, что у Харви Вайнштейна был какой-то смешной, смешной пункт, ну, смешной, в договоре с компанией его же, что если его уволят за харассмент, ему должно кучить денег. Мне кажется, точно нельзя делать это подковерно, потому что это ужасно как-то… Вот мне, вот, я с тобой согласен, потому что мне кажется, что это вообще бороться с харассментом, то эта борьба предполагает, что ты это делаешь явным образом. Если ты считаешь, что этот менеджер, мы знаем, что он эффективный, несмотря на свою суперэффективность, не должен работать в твоей компании, что это прям невозможно, почему ты плачешь ему отступные? Да. И, кстати, это касается не только харассмента. Мне, в принципе, кажется, что это идея, ну, то есть, есть идея договоренностей, что ты просто можешь выгнать человека. Так, я вот много смотрю в футбол, в футболе всё время есть тренеры, которые просто не тянут. Ну, ты позвал тренера, он почему-то не достигает результата. И они очень часто уходят, и им потом годами платят зарплату, потому что вы с ним подписали контракт на три года, а он проиграл восемь матчей, его уволили через восемь матчей, через месяц, через два. И, значит, он три года получает зарплату, если он не пойдёт куда-нибудь ещё работать. И футбольные клубы обычно так и делают. Они говорят, окей, ты валишь, и как бы вот этот контракт мы, может быть, и будем выполнять. Но, по крайней мере, там есть момент, ну, публичного проговаривания того, что, окей, ты не справился, чувак, прости. Нам не по пути. До свидания. Вот человек на твоё место. Ты нам не подходишь. И мне кажется, это проговаривание гораздо важнее. Другое дело, можешь ли ты платить человеку, ну, ты знаешь, например, что другие компании, они как бы, ну, вот тут был харассан, тут скандал, он за это пострадал, я его теперь возьму, ну, всё, он раскаялся, там, что-то, я его возьму к себе на работу. Можешь ли ты заплатить перед этим, уволить его громко и заплатить ему денег, чтобы он не работал на конкурентов? Ну, подписать нон-компьют. Да. Не знаю, это лучше, но это всё равно, мне кажется, просто, что тут самая важная часть – это публичность. Потому что вся идея борьбы с харассментом, это вообще как корпорация хочет бороться с харассментом, ну, я надеюсь, что хочешь, то вся идея состоит в том, что это происходит максимально публично, что есть некоторые поступки, но если человек убьёт кого-то и расчленит, ты же не будешь как бы обсуждать парашют? Ну, то есть ты скажешь, мы сделаем всё в наших силах, чтобы как бы этого не случилось. Скажи мне, а считаешь ли ты, что корпорация должна хотеть бороться с харассментом, и в этом смысле тогда корпорация берёт на себя ответственность за публичность этого кейса? Или, если мне как корпорации стали известны эти факты, я говорю, так, чувака мы увольняем, ну, или он сам уходит, а вы, женщины, ну, если вы хотите, чтобы его карьера не сложилась, чтобы он на него не взял, а другая компания, чтобы это не воспроизводилось, вы должны рассказать об этом. А я, мол, как корпорация, что? Я вот его увольняю, пожалуйста. А причина, я говорю, индисенси, или как это называется? Поведение, несоответствующее образу. Да, а вы, если хотите, то объясняйте. Ну, погляди, мне кажется, что этим же не ограничивается спектр возможных поступков. Но, например, Google мог бы, например, выплатив золотой парашют Энди Рубину, выплатить в два раза больше людям, которые, значит, на него жаловались. И это бы тоже был очень чёткий сигнал. Понимаешь? Они Энди Рубину выплатили за увольнение? Ну, они выплатили, потому что у них был контракт, и они решили уважить этот контракт, не принимая в расчёт, как бы, способ его расторжения. А он был преступником? Ну, как, в смысле, там в Google нет ни у кого ни о малейших сомнений, да, внутреннее расследование, то есть всё. Ну, тут вопрос, насколько этические... Уголовного дела не было. Этические преступления должны перекрывать... Да, у меня есть очень простое соображение, что харассмент это не взаимоотношение двух людей, на самом деле. А ещё и общество. Всех, кто это видит. Если начальник харассит одного подчинённого, то ещё 20 начинают принципиально по-другому смотреть на жизнь, на взаимоотношение начальников и подчинённых, на своё будущее в этой компании и так далее. Это такая проблема, потому что если просто один сотрудник у другого спёр йогурт, как бы с холодильника на общей кухне, то это не такая проблема, там очевидное есть вред и очевидное преступление, но как бы никто не распространяет на себя. Я считаю, что пока ты не вписываешь в договор, что этот договор перестаёт иметь значение при доказанных случаях харассмента, то сам факт харассмента может противоречить нашей корпоративной этике, и я тебя поэтому увольняю, но нарушать наши договорённости, другие, непонятно на основании чего, ты эту мораль ставишь выше этой морали. Мы договорились, почему я, нарушая что-то, даю тебе право нарушить. Я говорю, что да, я в целом за соблюдение договорённости, я просто хочу сказать, что в этой ситуации у компании всегда есть способы выразить свою позицию за пределами договорённостей. Ну, например, сказать, а всем, кто пожаловался, мы заплатим в пять раз больше. А он хорошо. Очень часто, когда нам кажется, что это какая-то дилемма, которая просто либо налево, либо направо, на самом деле всегда есть набор поступков и решений, которые находятся за пределами этой дилеммы, и которые очень меняют наш взгляд на неё. Чтобы поменьше сталкиваться с такого рода проблемами, банк «Точка» предлагает проверку сотрудников перед тем, как вы их берёте на работу. Если пациент тебе говорит, о, у меня, не знаю, было два инфаркта, я пойду лечиться смузи. Есть такая клиника, они, не знаю, лечат. Смузи против инфарктов, буквально. Смузи против инфарктов. Такого очень много. Да. Считаешь ли ты себя должным, не знаю, попытаться ему сказать, ты знаешь, всё-таки вроде смузи. Ну, если он меня спрашивает, то да. Должен ли я вмешиваться в разговор в трамвае, если я услышал, что кто-то едет в клинику смузи, я думаю, что нет. А если этот разговор у тебя в кабинете, но он не… Ну, значит, он всё-таки пришёл ко мне и в какой-то мере считает меня своим врачом, да. Тогда, конечно, я должен своё мнение, как минимум, высказать своё мнение. Часто бывает, что пациенты выслушивают и поступают по-своему. Вопрос, как бы, такой, на самом деле, более сложный. Могу ли я прекратить после этого отношения с пациентом? И, в принципе, очень часто во многих даже этических кодексах это прописано. Это чаще были проблемы не столько альтернативной медицины, а сколько отношения между коллегами. Что если какой-то другой врач дал рекомендации, с которыми я не согласен, я сообщил об этом пациенту, а он всё равно выполняет те рекомендации, то я имею право, это считается этичным, отказаться от отношений с этим пациентом. А ты говоришь, считается этичным кем? Ну вот, в тех этических всяких кодексах медицинских, где надо этой проблемой думали, и где она вставала, и как-то думали, что делать. А вот ты узнаёшь эти штуки по ходу профессиональной жизни? Ты сталкиваешься с этим и думаешь, ё-моё, а что мне делать? И идёшь в Гугл? Нет, в общем, я думаю, принимаю какие-то решения. Ну как-то я же не живу ни в вакууме, если этот вопрос часто возникает, и мне он интересен, то я там… Вот мне интересно, что по этому поводу думают Американская медицинская ассоциация. Есть российские этические кодексы врача, они в основном скатаны довольно примитивно, потому что никто над ними не думал, никто их не принимал. Но там тоже какие-то из этих вещей прописаны. А вот это тоже одно из самых известных, что нельзя лечить родственников. Это актуальный принцип? Актуальный. Ну что значит нельзя? Так же, как нельзя лечить самого себя. Такой есть американский врач Ослер, начало 20 века, конца 19-го, который сказал, что если врач лечит сам себя, то его врач – идиот. Потому что не учитывается, очень трудно отвлечься от каких-то субъективных моментов, от вот этого самого конфликта интересов. С одной стороны, я представляю и интересы пациента, и интересы его врача, и интересы его близкого родственника, и интересы других родственников, с которыми у меня очень тесные отношения, но как бы очень трудно отвлечься от всех вот этих вот вещей, которые вообще-то не должны влиять на… Это удивительная ситуация, что с одной стороны, ты говоришь, что у врача должно быть личное отношение с пациентом, если это же… Если пациент… И таким образом… Личное отношение врач-пациент, это особый тип отношений. И он не включает в себя эмпатию, привязанность, приятельские в конце концов отношения, нет? В какой-то момент включает, но это может и мешать тоже. То есть, в принципе, это подразумевает некоторую дистанцию. Да, некоторую дистанцию. Потому что наш идеал, вот ты сравниваешь работу врача… Потому что я должна статистически тебя оценить, что в том, что я отношусь к тебе с особой привязанностью, мешает… Ну как, пойдём на вечеринку сегодня или не пойдём? Например, мы сегодня собрались тебе на вечеринку, а у тебя там… А я понимаю, что тебе вообще-то, говоря, алкоголь нельзя, да? И что, мне сейчас как с приятелем с тобой… Ладно, пошли на вечеринку, потом поговорим. Ты как приятель можешь сказать… Или сейчас как врач сказать, что ты сегодня на вечеринку не ходишь. Это такой примитивный пример, но есть более сложные. Но скажем там, очень сильно субъективные вещи, очень много в медицине субъективного, да? Вроде бы это похоже на рак. Но я точно не уверен, вот то ли мне дообследовать в этом направлении, то ли сказать, нет, вероятность невелика, не буду, да? Если это близкий человек, то в обе стороны случаются это очень сильный страх, отрицание, типа, я потом посмотрю, типа, не будем сейчас на это обращать внимание, или наоборот, навязчивая, давайте ещё сделаем то, ещё это, а вдруг всё-таки это. А правильный… Родственники врачей и сами врачи лечатся часто в обе стороны очень сильно, или слишком сильно, или слишком слабо. Нормальные отношения дают тебе какое решение? А принимать его более объективно, не классно, а чаще вот этих вероятностей вещи, не имеющие отношения к делу. А с какой этической проблемой или с какой этической дилеммой ты сталкиваешься чаще всего? Ну, или думаешь чаще всего. Это очень трудно сказать, потому что их много, маленьких, они как бы, ну, как если ты уже на автомате что-то решаешь, то достаточно трудно выделить, с чем чаще всего. Наверное, проще сказать, с чем, ну, как бы, что вызывает наибольшие трудности. Ну, вот, например, довольно трудно, довольно для меня, как врача, работающего в государственной медицине, довольно трудно говорить пациентам, что система их не вылечит. Я знаю, что есть какая-то опция, вот, например, операция на сердце, да, но чтобы ее добиться, надо самому сделать за деньги, там, то-то, 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 поехать там к врачу куда-то, ну, как бы выйти из вот этого официального маршрута. Если я понимаю, что для пациента это очень сложно, да, и он окажется в ситуации, что он знает, что он бы мог вылечиться, если бы у него там условно были деньги, связи, автомобиль и так далее, ну, вот этот вот момент довольно сложный. В смысле, утаить от него такое возможно? Ну, даже не утаить, но и утаить сложно, и сказать сложно, да, ну, как бы самый простой способ сказать ему все как ест. Но это бывает довольно сложно, если ты понимаешь, что за этим ничего не последует. Ну, больному надо больное лежит в отделении, надо сказать ему, что хорошо бы купить лекарство, которое стоит 10 тысяч рублей. Ты понимаешь, что у него, скорее всего, этих 10 тысяч рублей нету. Ну, это какая-то такая ежедневная практика, но это каждый раз вызывает некоторое... Потому что ты тут выступаешь, как бы, опять же, ты не очень понимаешь, что больной от тебя хочет, а может быть, он хочет, чтобы все было тип-топ, он думает, что он по телевизору слышал, что все в больницах есть, и он не хочет вот это все. А были случаи, что ты видел, что есть пациент, денег у него нет, не знаю, какая-то одинокая бабушка или что-то, что ты размышлял о том, не купить ли тебе какие-то недостающие... Ну, это абсолютно рутинная вещь, это не чтобы похвастаться, но в больницах нет очень многих вещей, иногда очень дешевых, и если пациент лежит, вот ему нужно это лекарство, то мы просто идем в аптеку и покупаем. Это часто стоит совсем недорого, у нас еще при больнице есть небольшой фонд, который, может, нам в этом помогает. И это происходит не только в бедной Тарусской больнице, у меня там друзья работают в Большом федеральном центре, они точно так же бегают в аптеку, покупают физраствор. Физраствор? Физраствор, да. Ну, его вдруг, он вдруг кончился, да? Физраствор – это вода с солью. А вдруг его не хватило, значит, там, ну или где-то там куда-то еще. Ну, как бы это такая рутина абсолютная. Но при этом есть момент, когда ты говоришь, нет, ну это, ну, за 10 тысяч ты не пойдешь покупать. За 10 тысяч не пойду. Нет, ну, как бы, вот, да, это тоже такая этическая дилемма. Но это этическая дилемма, которая, строго говоря, есть и у нас. Ну, что нам мешает прийти в больницу и просто сказать, вот вам 100 тысяч купить лекарства. Ты просто не видишь это, как ежедневно, ну, ты не сталкиваешься с этим постоянно. Это немного другое. Ну, это, да, я понимаю. Ну, как бы, это тоже такой конфликт интересов, да, поскольку врач, особенно в государственной больнице, у него есть отношения с пациентом, а есть отношения с больницей. С бухгалтером. С ФС-44. С Минздравом, так скажем, да, Минздрав категорически вполне официально запрещает говорить пациентам, просить пациентов покупать лекарства. А, запрещает? Да, да. А если нет физраствора, то согласно закону, ты… То надо сказать, что он и есть. То надо сказать, надо сказать главврачу, что его нет, а больному ничего не говорить. Так, а дальше его нет и нет? Ну, значит, лечить не физраствором, а шизраствором. Ну, как бы в больницах, это не только в Тарусской больнице, в больницах очень много чего нет. Но в лихие 90-е просто пациентам говорили, купить то-то, 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 да, потом наступил порядок, а сейчас говорить нельзя. Но совсем не всё появилось после этого в больницах, просто пациентам об этом не говорят. Система ставится на первое место, пациентам на второе. Многие врачи из-за этого уходят из медицины. А вообще вот есть такая вещь, что там врач начинает объяснять что-нибудь. Ну, так принято сейчас, я так понимаю, объяснять. Информированное согласие. Да, что вот мы можем сделать вот такую процедуру, а можем сделать вот такую, а можем сделать такую. И, естественно, при персональном отношении ты говоришь, извините, я ничего не понял, а вы что советуете? Это нормально тебе сказать, я советую вам сделать так? Или это ты должен сказать, я вам ещё раз поподробнее расскажу? Нет, почему нормально? Если пациент как бы делегирует тебе это решение, ненормально не предложить ему вариант, да? Как бы сразу решить за него и даже не сообщить ему. Или как часто делают сообщить, но с таким, там, без операции вы умрёте. Нет, ну, так и говорится, что что-то смешного. Или просто там, вам нужна операция. Но, в принципе, я врача хочу ровный туслый без операции, вы умрёте. Ну, я могу... Если так, а если риски... У меня был недавно пациент, я бы направил на операцию, ну, я бы направил к хирургу с тем, чтобы потом ему сделали операцию. И он пожаловался мне, при том, что вот как раз простой очень человек, водопроводчик, не гуманитарий какой-нибудь, не ведущий подкасты. У него был вопрос, что я спросил доктора, а что будет, если я не сделаю операцию? И он ему ответил, типа, ну, сами решайте, типа, я вам рекомендую операцию. Но как бы он ему не объяснил, зачем она нужна, да? Что будет, если её не делать? В принципе, всякий врач должен объяснить плюсы того, чтобы делать, и плюсы того, чтобы не делать. Я, кстати, думаю, что водопроводчик, по сути, своей работы гораздо лучше понимает принципы действия сердечно-сосудистой системы, чем многие другие люди. А я хотел спросить про гордыню. Меня очень волнует вопрос гордыни, потому что у меня в Фейсбуке есть очень много продвинутых врачей из разных источников. Продвигаются в Фейсбук. Потому что всё время топишь за доказательство. А менее продвинутые сидят во вконтажке. Ну, наверное, наверное. Но они... Я всё время вижу какие-то тексты про то, что врач должен читать постоянно свежую литературу. Я в какой-то момент... Я с одной стороны, мне это очень нравится. Мне нравится идея, что врач всё время читает свежий выпуск, значит, New England Journal of Medicine. Но потом я подумал... Тогда и не свежий. Ну, окей. Но если я приду... Ну, простые люди считают, что врачи читают ланцет. Ну, или ланцет, да. Но я приду, значит, к врачу, и я подумал, ну, окей, есть ли мне, Андрею Шабабицкому, как бы, человеку, который 100 лет назад до 30 бы не дожил. Ну, 100 лет назад дожил бы, а 300 лет не дожил бы. Разница, меня человек будет учить по последнему выпуску New England Journal of Medicine, или он остановил своё развитие в 2014-м и с тех пор не открывал. Ну, строго говоря, как бы, мои шансы почти на это не влияют. Мои шансы получить какого-то человека, который просто со мной нежно разговаривает, меня понимает, но он уже сказал, окей, я перестал читать. Но я же про себя-то знаю, что я уже перестал читать столько, сколько я читал 10 лет назад. Я могу что угодно врать людям, но это факт. Более того, есть такая проблема, я добавлю к этому вопросу, я не знаю, там, про витамин Д. Я каждый год читаю, что витамин Д очень полезен, помогает от синдрома раздражённого кишечника. Через год пишут, нет-нет, нет-нет, не пейте витамин Д. Потом через год пишут, пейте-пейте, а с 2014 года могло как бы прокрутиться. Да, пожалуйста. На этот класс есть, во-первых, есть две проблемы, есть так называемая медицина здоровых людей. То есть, огромное количество довольно здоровых людей, которые хотят медицины, хотят ходить к врачам, хотят... Биохакинг. Ну, даже не биохакинг, хотят пить витамин Д, но биохакинг в каком-то смысле да. Хотят снимать картиограмму и так далее, и так далее. Да, в общем, заниматься профилактикой часто, которая не очень даже нужна. И здесь действительно всё может вот так меняться, то надо, то не надо, потому что, на самом деле, эффекты эти количественные, они в любом случае очень небольшие. Там, где речь идёт о чём-то более влияющем на прогноз, ну, вот там есть артальный стеноз. Процетирование артального клапана здорово улучшает жизнь этих больных. Здесь таких изменений нет каждый год, что всё поменялось, и ты не прочёл последнюю статью в Нью-Ингландционного Love Medicine и дал неправильные рекомендации. В целом, как бы, вот эти пути, они не так быстро меняются, как иногда кажется. И вот этот спор, я просто тоже часто в нём участвую на стороне ретроградов, что должны ли все врачи знать английский язык. Конечно, хорошо, если они будут его знать, но если все врачи будут лечить по хорошим переводным учебникам, переведённым там 10-15 лет назад, то наша медицина будет просто вот несравнима с тем, что мы имеем сейчас. А, они есть? Да, да, они есть. Да, но при этом вот мы, видимо, пользующиеся медициной здоровых людей, у нас есть какие-то маркёры? Маркёры? Маркёры. Маркёры – это фломки. Если я прихожу к врачу, и он говорит «Линокс», то я, поскольку вот это… Я просто не прихожу к врачу. И уже 10 лет назад нам в журнал Esquire написал, что «Линокс» – это всё фуфло, то я думаю, ну, всё, или иммуномодуляторы. Арбидол. И дальше пропускаю просто мемушей, и думаю, это плохой врач. А может быть, он хороший, просто ему арбидол заплатил. Это маркёр, как сказать, как любой маркёр, отменяющий определённую чувствительность и специфичность. А может быть, он понял, что не надо ничего серьёзного назначать, но что пациент не очень нервничал, что-то такое вот. Таким пациентом он назначает «Линокс». У тебя вид не очень интеллектуальный, поэтому ты приходишь и думаешь, ну, её я обману «Линоксом», понимаешь? Да, ну, или там… Ты же без очков. Ну, а может, по привычке, а может быть, ещё что-то. Ну, как бы это ненадёжный, это ненадёжные маркёры. Вот эти все разговоры по доказательной медицине, они почти все строятся как раз от обратного. Ну, на «Линоксе», да. Есть там список фуфломицина, то, чего нельзя назначать, то, чего нельзя… Это вечно запреты, да, это как 10 заповедей, чего нельзя делать. А врачебная профессия о том, что делать. Человек может не делать ничего неправильного, но и не знать, что делать правильно. Или даже делать что-то правильное, но не по тем рекомендациям, не о той болезни. Ну, и такого очень много. Очень легко делать всё в соответствии с условно, в кавычках, доказательной медициной, но при этом никак не помогать пациенту этим. На тебя жаловались когда-нибудь пациенты? Ну, вообще в Тарусь это довольно большая редкость, прямо скажем. А может просто потому, что на меня вообще жаловались, конечно. За что? Ну, вот в частности за то, что я не назначал какие-то препараты, которые им хотелось назначать. Сейчас последнее как-то реже. Раньше, когда я вот как-то больше был сторонником доказательной медицины, я любил пациентам объяснять. Да, пациентам на самом деле не интересует, доказан этот препарат или нет, ему нужно помочь. Но я любил пациентам объяснять, что это не доказано, что это не нужно. Как раз вот такой негативизм, что это вам не надо. Ну, и пациенты жалуются, что назначил врач другой, а доктор отказал. Ты сказал, что ты был приверженцем доказательной медицины. Ну, в таком смысле. В жёстком. Это люди, которые объясняют про доказательную медицину пациентам. Ну, и бабушке своей, и соседу, и используют слово фуфломицин, кстати, потому что это тоже маркёр. Да, это маркёр. Это маркёр человека, который верит в доказательную медицину. Я верю в доказательную медицину, я просто тоже думаю, что слишком много. Просто не надо верить в доказательную медицину. Ну, это правда. Это как верить в теорию относительности. Да. Это не предмет веры. Но тут многие, многие, не буду говорить. Одна моя знакомая бы на это сказала. Слушайте, ну, ваша доказательная медицина, она сегодня так, завтра так. Через три года журнал Lancet напишет, что, не знаю, это была ошибка. Вот доказательная медицина будет иметь в виду всё, что-то новое. Понятно. Менялось ли за твою рабочую карьеру что-то, что ты был уверен? Да, много раз менялось. Ну, не то, что прямо как-то кардинально, но, конечно, многие вещи менялись. Ну, не знаю, дегоксин при… одно время широко использовался, потом все стали считать его чуть ли не ядом, потом опять вроде бы оказалось, что не такой уж плохой препарат. Доказательная медицина, вообще такой термин, по-английски он называется evidence-based medicine. Да, то есть медицина основана на evidence. Evidence – это свидетельство. Это не доказательство, это данное. Это основанное на имеющихся данных. То есть как бы она была создана в противовес лечению, ориентированному на физиологию. Больше пульса будем снижать пульс, там больше селезёнка будем уменьшать селезёнку. Или будем ориентироваться на то, что показало исходы в более таких правильных биологических экспериментах, называемых клиническими исследованиями. По мере того, как появляется новый evidence, меняются подходы. И evidence может… он не меняется, старый evidence не меняется, но он, во-первых, может переоцениваться, а во-вторых, ну как вот, есть две чаши весов, то кладут на это, то на это. Ну так как-то то в пользу, то не в пользу. Расскажи про твою борьбу с бахилами. Ну просто я думаю, что это такая абсолютно символическая вещь, никому не нужная, но это такой маркер, такой способ немножко унизить, немножко унизить пациента. Немножко унизить ради нулевой выгоды. Да, без всякой выгоды, ну в общем да. Без всякой медицинской выгоды точно. Конечно, может быть, чтобы немножко уборщицам было проще. Представь себе, что ты приходишь в Макдональдс или в ресторан или что куда-то, а тебя заставляют надеть бахилы. Но ты пришла поесть вообще-то, да? Почему ты должна быть в бахилах? Врач, например, без бахил. То есть это просто для тебя, мы используем слово маркера много. Для меня это маркер такого бессмысленного унижения. Оно очень маленькое, многие его не замечают. Но, конечно, это сразу поставит тебя чуть-чуть ниже. Ты идешь, вершишь, они спадают. Тебя могут поймать, что она у тебя слетела или что ты без них. Ну как это такой способ? Ну то есть важная часть, это даже не то, что меня унизили, а то, что после того, как меня немножко унизили, я понял, что я пришел к людям, которым, в принципе, не западло меня унизить. Ну да. Мы говорим много про маркеры, которые скорее говорят о том, что... Признаки. Да. Признаки какого-то чего-то непорядка. А есть ли какие-то признаки того, что, ну, базовый пациент понятия не имеет, это хороший врач или плохой? И вот мы можем среагировать на Линекс. А если он не говорит про Линекс, мне как понять? Потому что, простите, я влезу тут, конечно же, мы живем в мире, в котором ты понимаешь, что вероятность... Что базовый врач не очень хороший. Ну или да, что вероятность, что он хороший не 98%. Вот ты сказал, в моей поликлинике плохие врачи. Почему? Нет, я так не говорил. Ты сказал, там нет медицины. А, в твоей поликлинике. В твоей нет. Моя поликлиника. Да, потому что там все очень вежливо и с улыбками, значит, скорее всего, медицины нет. Шутка. Ну вот. Ну просто, например, потому что сейчас, может быть, будет немножко обидно звучать, но если врач грамотный, он уважает себя и любит свою профессию, хочет заниматься чем-то интересным, то вряд ли он будет сидеть в этой собянинской клетке с улыбками и стрелочками. Скорее всего, найдет какой-то другой способ профессиональной самореализации. Хорошо. Там мы не ищем. В моем поликлинике... Нет, ну почему? А может быть, он нашел себе там такой вот, какую-то тихую нишу. У нас не отступает. Я работаю в районной больнице. Я могу сказать, что я очень хороший врач, но мне удалось найти вот в этом месте способ работать так, чтобы мне было интересно и не стыдно. Как мне проверить, что я должна спросить, на что я должна посмотреть? Ну, можно, например, проверить его назначение, с кем-то посоветоваться. Да, вот про второе мнение это был следующий вопрос. Получить второе мнение. А ты как бы про этого не знаешь, где ты второго выберешь? Ну, есть некоторые, опять же, такие неспецифичные и не очень чувствительные признаки, по которым можно прикинуть. Да, но это, в частности, вот появление каких-то отношений. И, ну, если он отвечает на вопросы, если у тебя складывается ощущение, что он удовлетворил твой запрос. Это очень важный момент. Если он всё назначил по гайдлайнам, но тебе плохо стало, ну, значит, что-то с ним не так. Это, к счастью, менее ремесленную, более врачебную. Проверить очень просто. Если всё понравилось, значит… Ты же говоришь, что улыбкой объяснили. Да, это можно подделать. Поэтому я и против вот этого этикета и так далее. А, потому что ты хочешь, чтобы мы таким образом отличали хороших от плохих? Потому что это вещь подделываемая. Это можно подделать. В частной клинике, которая ставит себе задачи заработать больше денег, часто работают именно такие вот люди, научившиеся втираться в доверие и выкачивать деньги. А ты хочешь, чтобы мы таким образом отличали хороших от плохих? Нет, я не хочу. Просто я рассказываю, как отличать. Нет, ты говоришь, что ты против того, чтобы всех научить улыбаться? Да, да, потому что этим можно обманывать. А есть ли случаи, когда обманывать пациента не так плохо? Я знаю, что вот раньше считалось, что не надо лишний раз говорить пациенту, что у него рак, а лучше ростом сказать. Это вроде отменили. Лучше сказать всё, как… Ну, это тоже упрощение. Очень по-разному. Это культурно обусловлено. Это такой… Это тоже такой стереотип. Да? А теперь мы будем как в Америке. В Америке гораздо больше автономия пациентов. В Индии гораздо меньше. Да? И роль семьи, там, я не знаю, условно говоря, там на Востоке гораздо больше, чем на Западе. Поэтому здесь абсолютно нет таких универсальных решений. Ты обманываешь когда-нибудь пациентов? Ну, как-то некрасиво звучит слово «обманывая», но, наверное, да. В каких случаях? Ну, вот самый такой крестопатийный пример – это диагноз, онкологический диагноз. Как ты принимаешь это решение? Часто… Ну, идеальный способ, я в данном случае не хочу выступать образцом каким-то, идеальный способ, наверное, спрашивать пациента, и так я тоже иногда делаю, хотите ли, чтобы я вам всё рассказал. Многие пациенты говорят, нет, не хочу, расскажите жене. А что вы ему говорите? Вот приходит человек. А, в смысле, не говорите, в смысле, вам надо снять трубку и позвонить, и вы звоните не ему. Нет, нет, не обязательно так. Но это же можно, ну, как сказать, можно сказать, можно в степени детализации. Можно сказать, что у вас есть образование в лёгком, может быть, это рак. А можно сказать, у вас рак лёгкого, вы умрёте через 3 месяца. А ты при этом знаешь, что он умрёт через 3 месяца? Я иногда знаю, да. Но, скорее всего, в медицине всё на вероятности. Скорее всего, вам осталось жить 3 месяца. Иногда можно так сказать. Иногда это будет явно не в интересах пациента. Ошибиться очень легко. Есть ли такое понятие, как медицинское чудо, когда у тебя всё показывает, что он умрёт через 3 месяца, а у него раз, и рак прошёл? Александр Солженицын. Ну, да, мы всё время лажаем. Это большое чудо, что больные, что часто это на пользу больным идёт. Мы поставили диагноз, а он не подтвердился, больной на всё плюнул, приходит через 5 лет, у вас там было то-то, то-то. Знаете, доктор, я вообще забыл про это. Действительно, ничего не оказалось. Я думаю, что, конечно, очень много число чудес, это результат слишком большой уверенности... Гипердиагностики. Слишком большой уверенности в себе со стороны врачей. Ты совершал из соображений не циничности и какой-то лишней эмпатии бессмысленные с точки зрения медицины действия? Боролся ли ты там, где все тебе говорили, оставь покой уже человека? Ну, а кто все? Обычно, наоборот, у нас проблема, скорее всего, слишком долго борются, когда уже можно не бороться. Но все мы делаем какие-то ритуальные вещи. Что это значит? Ну, например, если говорю, что это реанимационное мероприятие, когда наступает остановка кровообращения, то начинают там определенный алгоритм действий. Достаточно часто мы понимаем, что они обречены на неуспех, но все равно их делаем. Часто, что мы не всегда на самом деле, мы часто ошибаемся. Поэтому, ну, какая-то защита от ошибок. Часто родственники привозят пациента, который, очевидно, просто умирает. И вот здесь, насколько интенсивно надо им заниматься, это не экзотическая дилемма, которую, опять же, лучше всего обсудить с родственниками. Конец жизни, end-of-life care, родственники, желание больного, изменение желаний больного и так далее. Да, у нас в это все, это все ломается, потому что там еще есть интересы системы, да, которая живет по своим законам, и врачи чаще ориентируются на интересы системы, а не на интересы всех остальных участников. Ты сказал, что в России чаще перелечивают. У меня был опыт столкновения с хосписом. И что ты понимаешь, находясь вокруг в хосписе или общаясь с людьми, у которых близкие в хосписе, что вообще-то психология русского человека, особенно пожилого русского человека, даже не психология, а этика, кажется абсолютно безнравственным наличием хосписа. Кажется абсолютно безнравственным наличием врачей, которые ходят и как бы помогают, но не лечат. Потому что все с детства привыкли стисни зубы и прорвись. Я прямо этот конфликт наблюдал глазами. Когда пожилой человек, у него жена, и он не может согласиться с этим. Он как бы и видит, что ей, конечно, сильно проще и приятнее так, чем иначе. И не может согласиться, что сейчас ее электричеством не бьют или что, я не знаю. Ну, не сделают что-нибудь медицинское. Сейчас это ритуал. Во многом это обусловлено, ну, не знаю, ритуализацией медицины. Потом приезжают врачи, делают укол, когда больной уже умирает. Или что-то такое медицинское. Я не думаю... Ну, условно говоря. Но принято. В России, как во многих западных странах, уже не принято умирать дома. И обычно, когда пациенты как бы уже все понимают, что он умирает, да, он уже там, не знаю, месяц не встает, но когда ему становится совсем плохо ясно, что сейчас он умирает, там вызывают скорую. Ну, как бы смерть перестала быть частью жизни. Подожди, но я так понимаю, что скоро же все нужна, чтобы зафиксировать. Ну, во-первых, не нужна. Нет? Ну, формально, по закону, да, но тогда ты его вызываешь скоро, когда он уже, пациент, умер. Но в России принято вот это, ну, как смерть, да, что там говорить, вот это, чтобы смерть происходила в медицинских условиях. Поэтому это, с одной стороны, такое чисто традиционное ритуальное непонимание, ну, как вот он умирает, а врачи не бегают вокруг. Потому что часто делаются вещи, не имеющие смысла в этот момент. А с другой стороны, я думаю, что просто об этом очень мало говорят. Надо посмотреть, как, условно говоря, да, русские люди ведут себя в американских больницах, например. Ясно, что там действительно есть культуральные различия, как ведут себя там китайцы, афроамериканцы, ирландцы. У нас это настолько тема загнанная и покрытая всякими табу, что не исключено, что с этим мужем просто никто не поговорил. Ему дали направление в хоспис, потому что сочли, что там такая стадия рака, и всё. Ему не объяснили ни прогноз, ни что это за учреждение. Опять такой немножко караго-культ. Есть хосписы на Западе, давайте сделаем хосписы у нас. Ты веришь в такое слово медикализация? Ты думаешь, что есть набор вещей, которые лучшего были, происходили, и уж точно не хуже, если бы они не считались частью медицины в принципе? Ну, как умирание или, наоборот, роды. Ну, конечно, надо что-то верить, не верить. Это просто название, не к самому явление. Что бы от вам, кроме умирания, в ряде случаев, можно было бы делать... Здоровье можно было бы жить, можно было бы без участия врачей. Да, ну, вот известно, что русские люди на Западе очень жалуются на качество медицины. У меня там насморк, температура, я вызвал врача, они говорят... Идите в больницу. Или езжайте в больницу, или там запишитесь через месяц. А в больницу, если ты пришёл, то есть, тебя ещё снимут денег, если они господилизируют? Да, потому что больница для больных. Если у тебя насморк или грипп, то это, в принципе, не требует участия в медицине. Вот это все вот эти пограничные состояния, они в России очень медикализированы. Ну, это очень много разных причин, но, в частности, связано с... Ну, ещё советскими всякими вещами, типа больничных, справок, что нельзя в детский сад прийти без справки. Или в бассейн. Ты пропустил школу, и ты должен идти к врачу. Ну, это вообще полный идиотизм. Чтобы была справка, почему ты не был в школе. А если ты был врач, а то нужна ещё справка, что тебе теперь можно идти в школу. Ну, как бы медицина... Ну, это не совсем медицина, это именно медикализация, потому что там медицинского ничего не происходит, когда ты идёшь за больничем. Но рядом с нами всё время живут врачи, которые чего-то такое делают. Помогают нам получать права на машину. Справку на оружие. Справку, чтобы учиться в университете. Справку, чтобы преподавать в университете. Ехать в летний лагерь. Ехать в летний лагерь. Да, я должен сказать, что с пяти лет, когда я сломал ключицу, я был у врачей только, чтобы получить какую-нибудь говносправку. То есть, чекап – это фуфел. Ну, это отдельный большой разговор. Его можно послушать в нашем подкасте «Охотина сезон». Да, мы недавно два выпуска про... Это махтёк хорошего подкастера. Да, человек должен кроссправутировать тебя. Ты привился от коронавируса спутником? Да. Рожать надо дома или не дома? Я думаю, что в общем случае не дома. Особенно в России. Но это большой сложный вопрос. В принципе... Это можно послушать в медицинском подкасте «Охотина сезон»? Об этом мы не говорили. Но, в принципе, роды тоже очень сильно медикализованы. И здесь вопрос, как их демедикализовать. Можно это делать в роддомах. При том уровне медицины, который есть у нас, я бы не советовал рожать дома. Я хочу сказать просто, поскольку у меня есть профессиональная этика. Подожди, я быстро скажу. Дисклеймер. У меня есть профессиональная этика. Поэтому скажу, что, пожалуйста, медицинские советы из этого подкаста не используйте. Да. Без значения врача. Фактические вопросы, а не медицинские. А если в самолёте стюардесса кричит «Есть здесь врач», «А ты врач, и ты летишь на Сейшелла отдыхать раз в жизни», ты можешь сделать вид, что ты не врач? Ты можешь присматриваться к ситуации. Если ты видишь, что там ничего плохого не происходит, то позволить какому-нибудь врачу из другого ряда подойти и геройски спасти пациента от обморока. Ну что? Очень это сложно. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. Я Андрей Бабицкий. В гостях у нас врач-кардиолог Тарусской больницы Артемий Охотин. Автор подкаста «Медицинский подкаст Охотин и СИЗО». Ну, судя по названию, соавтор. Подписывайтесь на наш YouTube. На наш YouTube. Подписывайтесь на наш Telegram-канал. И подписывайтесь на подкаст «Медицинский подкаст». Спасибо большое. Пока. Продолжение следует...